Мы начали за ринг-шоу три года назад, продолжив то, что было в ринг-сайде. Анализ новостей, едкий сарказм в официозе и жестком инсайде. И каждый вторник мы с вами вновь так было, так есть и будет так. Мы делаем классно то, что умеем. И по-другому не можем никак. И вот сотый выпуск культового зеринг-шоу уже начинается. Будьте готовы! Юрий, расскажите, пожалуйста, как начиналось зеринг-шоу? 26 марта 2018 года в эфир вышла первая программа «Зеринг-шоу», которая стала наследницей нескольких телевизионных проектов. Это была идея, мне пришла в голову, когда я работал на спорт-юэй. И вместе с Михаилом Риудским и Александром Симоновым мы, собственно говоря, ее и воплотили. Так что день рождения программы «Зеринг-шоу» следует считать 26 марта 2018 года. То есть нам уже три года и мы уже сделали 100 выпусков. Вы упомянули, что «Зеринг-шоу» имеет историю телевизионных выпусков. Можно подробнее? С 1997 года я работаю на телевидении. И тогда с Виктором Васильевичем Самоленко, генеральным директором «Поверхность спорта ТВ», это была мощная спутниковая платформа, мы начали транслировать боксерские поединки. Вот первый опыт, это был второй бой Ленокса Льюиса против Эвандера Холифилда. И вот с того времени мы порядка, практически 20 лет, каждое воскресенье транслировали поединки на украинском телевидении. И также передавая права трансляции этих боев на другие страны. И, собственно говоря, когда вот трансляции, ну скажем так, немножко набили оскомину, пришло понимание, что нужно делать свой собственный продукт. И тогда, в общем, родилась программа «Рингсайт», вот, которая имела три разветвления. Первая «Рингсайт» это была программа, в которой мы рассказывали о уже состоявшихся поединках, уделяли большое внимание истории бокса, представляли рубрику «Лучшие нокауты», рассказывали о поединках, уикенды которые наступают. Это был такой своеобразный дайджест, который мы, кстати, довольно-таки успешно продавали, по-моему, там на 10-12 стран. Вторая линия была, это «Зе рингсайт» «Своя правда», где в студии телеканала мы разговаривали с представителями профессионального бокса. И третья линия, это была «Рингсайт» «Посфайт», где мы, собственно говоря, разбирали самые спорные поединки, или поединки, имеющие самый спорный результат, и старались понять, насколько, в общем, результат правдив, и насколько победитель, ну, реально является победителем. Ну, и постепенно, вот, кроме телевизионных проектов, мы начали мягко переходить в YouTube, и вот у нас идут два направления. На телевидении у нас осталась программа «Рингсайт», а вот на YouTube «Зе рингшоу». Вы несколько раз меняли формат программы. Что была причина этого, и будет ли формат программы меняться и далее? Ну, дело в том, что, в принципе, когда я задумывал этот проект, это была попытка, сначала, изначально попытка повторить «Зе рингсайт» «Дайджест», но хотелось что-то, что-то такого веселого, ироничного, и мы сначала начали, ну, знаете, как рок-н-ролл – это не работа, рок-н-ролл – это прикол, и мы начали прикалываться в программе, но постепенно мы поняли, что программа должна быть серьезнее, поэтому мы ушли от жесткого сарказма и троллинга, и действительно сделали дайджест, который имеет сегодня завершенный такой вид, но, конечно же, программа будет меняться. Меняемся мы, меняются наши зрители, меняется вообще понимание подачи информации, поэтому, что дальше будет в программе, ну, покажет только время, но, безусловно, формат программы будет меняться. Какой бы вы хотели видеть программу в идеале? Идеальной. Это прежде всего. Понимаете, хотелось бы, чтобы программа была где-то 60 минут, поскольку это именно то время, которое позволит, скажем так, полностью подать информацию по всем направлениям. Очень хочется, что кроме обзоров были интервью с боксерами, чтобы была большая часть исторических событий высветлена в нашей программе, но, к сожалению, формат Ютуба не позволяет делать выпуски вот часовые, то есть уже 23 минуты люди смотрят тяжело, то есть программа должна быть более насыщенной. Мы хотели, хотелось бы, конечно, чтобы в идеале программа была где-то минут 20, и там было все-все-все-все, но понимаем, что это сделать практически невозможно, поэтому и стараемся маневрировать, что-то иногда выбрасываем, о чем-то просто не успеваем сказать. А так бы хотелось, чтобы программа касалась всего и всех. С какими трудностями вы сталкиваетесь в работе над «Зеринг-шоу»? Ну, это доступ к видеоинформации, поскольку очень большие проблемы возникают с авторскими правами, поэтому мы часто и не можем показать, допустим, сделать качественный обзор поединка, показывая видео, а только, в общем, используя фотографии боя. Очень бы хотелось, чтобы большинство боксеров были более открытыми в тех вопросах, в интервью, в тех вопросах, которые мы им задаем, поскольку интервью часто мы просто выбрасываем, поскольку постоянно, я прошу прощения, мычание или неопределенность бойцов, непонятные там их слова. Я не хочу об этом говорить, потому что это не честно, там, ну, такой, знаете, какой-то бред там. Вот очень бы хотелось, чтобы, собственно говоря, боксеры были более открытыми. Ну, и как-то так. А с кем из боксеров было интереснее всего работать для выпуска «Зеринг-шоу»? Ну, два бойца, с которыми было очень приятно работать. Это Александр Гвоздик, который меня поразил, во-первых, своей открытостью, взвешенностью и адекватностью в своих ответах на очень провокационные вопросы. И второй – это Максим Бурсак. Ну, правда, у нас с ним давно налажены дружеские отношения, поэтому он понимает прекрасно, что скрывать от меня что-то сложно, и он всегда отвечает на вопросы довольно-таки открыто. У вас не так много подписчиков. В чем причина? Ну, опять же, мы развиваемся как телевизионный проект, проект, который транслирует наши программы на 25 стран и постсоветского пространства, и несколько стран покупают у нас как саму программу, так и скрипты, уже озвучивая их на собственные языки. В YouTube мы пришли, опять же, три года для YouTube, и это довольно-таки мало, поэтому мы идем, как мы идем. То есть платить за рекламу, влезать в каждые уши, особо, в общем, желания нет. Мы надеемся, что к нам приходят и на нас подписаны именно те люди, которые являются нашими зрителями, нашей командой, которые понимают нас, хотят видеть наши программы и являются теми судьями, к мнению которых мы прислушиваемся. Будет у нас 3000 подписчиков, замечательно, будет 3 миллиона. Поверьте, особой радости мы от этого испытывать не будем. Вас часто упрекают в хейтерстве украинских боксеров. В чем его истоки? Ну, во-первых, никакого хейтерства нету. Понимаете, я не хочу никого хейтить, высказывать какое-то там негодование или ненависть. У меня вообще чувства такого, в общем, отсутствуют. Я хочу, чтобы боксеры, во-первых, понимали, что без журналистов, без тех, кто рассказывает о их профессиональной карьере, о них просто никто не узнает. Они будут где-то боксировать, что-то кому-то там доказывать в ринге, но об этом, собственно говоря, если об этом не рассказывают, значит, об этом никому не известно. И я бы хотел, чтобы, допустим, Василий Ломаченко, Александр Усик, Сергей Деревянченко, Тарас Шелестюк просто были откровенными в ответах на вопросы. Опять же, не заводили глаза к небу, не уходили в какие-то банальности, поскольку, ну, действительно, я, как человек, который с 1992 года в боксе, ну, немножко допонимаю в том, что происходит как на ринге, так и за рингом. Поэтому, когда мне начинают там вешать лапшу на уши, это вызывает у меня просто непонимание, почему так происходит. А хейтерство, ну, ребят, ну, поверьте мне, если человек говорит ерунду, да, то, в общем, он говорит ерунду. Поэтому я и различаю боксера, да, и человека. Боксеров я уважаю, а людей иногда не очень. Украинский бокс. Каким, по вашему мнению, будет его будущее? Довольно-таки странным, что у него вообще будет будущее, поскольку, если говорить о профессиональном боксе, то оно находится на, ну, реально любительском уровне, когда большинство боксеров раскручивают сами себя и сами себя вкладывают деньги и зачастую даже ничего и не зарабатывают, потому что, получив за бой, там, допустим, где-то долларов 600, они эти 600 долларов и вкладывают в разрешение на проведение поединков, медосмотр, подготовку, экипировку. Очень мало бойцов, которые действительно могут зарабатывать на боксе. Ну, а что касается любительского бокса, ну, с одной стороны, да, там появление Леонида Лаевского, главного тренера сборной Украины по боксу, это новая струя, он много привнес нового в подготовку бойцов, ну, и с другой стороны, заскорузлая федерация бокса Украины, которая не хочет меняться, не понимает, что наступают новые времена и они требуют новых вызовов, а тут стараются, скажем так, ехать на старой телеге, да еще и на трех колесах. Поэтому очень хочется верить, что у любительского и профессионального бокса Украины есть большое будущее, но это вызывает, в общем, большие сомнения в том, что оно наступит довольно-таки скоро. А каковы перспективы наших украинских боксеров? Если говорить о Василии Ломаченко, то он в полушаге от реального величия и своего места в пантеоне великих, для этого ему нужно победить чемпиона мира по версии Биэф Теофима Лопеса. Александр Усик пока еще пытается доказать то, что он способен стать великим уже в хэви-вейт, и ему предстоит с одной стороны сложный, с другой стороны не очень поединок против Деррика Чисоры, ну и выход на поединок против чемпиона мира по версии WBO Энтони Джошуа. Сергей Деревянченко может показать себя довольно-таки неплохо, если у него случатся, скажем так, хотя бы несколько больших поединков. К сожалению, уже можно говорить о закатившейся карьере Евгении Хитровой, Тараса Шелестюка, Виктору Постову осталось провести несколько поединков, а также несколько поединков ожидает до выхода на пенсию Макса Бурсака. Если говорить об Олежке Малиновском, боксере, которого я очень люблю и уважаю, то я очень сожалею, что он так и не получил шанса на завоевание титула чемпиона мира, хотя был в полушаге от этого. Очень хочется, чтобы Денис Беринчик получил мощный толчок. Опять же, как и в любительском боксе, так и в профессиональном у нас есть все шансы стать великими, стать победителями, но насколько они будут реализованы, покажет только время. Очень хочется верить, что украинскому боксу подфартит. А какой ваш личный рейтинг Power for Pound? Я могу сказать, что если говорить о рейтинге в невесовых категориях и вне титулов, то есть Power for Pound, то знаете, большинство этих рейтингов они натянуты, потому что невозможно выстроить боксеров за их достижения. Давайте, мы все знаем Василия Ломаченко, но его популярность в мире находится на очень низком уровне. Теренс Кроуфорд, который действительно является хорошим бойцом, не зарабатывает больших денег. Сауль Альварес, который боец довольно-таки приличный, зарабатывает довольно-таки много. То есть, как руководствоваться, какими критериями руководствоваться при создании этого рейтинга, я до сих пор не понимаю. Я тоже пишу иногда эти рейтинги, но это, скорее всего, личные симпатии и мои какие-то ощущения, насколько вот этот боец нравится лично мне. А если говорить вот о рейтингах, то я считаю, что каждому десятилетию присутствует свой боец. Это Джек Демпси, это Флойд Паттерсон, это была история Мухаммеда Али, это была эра Майка Тайсона. Я считаю, что Лэри Холмс одним из величайших боксеров был. На сегодняшний момент кто самый лучший? Тот, кто, в общем, удивляет, постоянно переходя из весовой категории в высшую весовую категорию, побеждая, зарабатывая миллионы. Это Сауль Альварес. Мне очень нравятся поединки Мани Пакьяо, которые уже практически четвертые десятилетия и не слазят с профессиональных рингов, удивляя нас всех долголетием. На самом деле в рейтинг лучших входят те, кто выходит в ринг и несмотря ни на что проигрывают или побеждают, но они выходят в ринг для того, чтобы доставлять нам, любителям бокса, удовольствие, показывая действительно зрелищные и интригующие бои. Ваши слова любителям бокса. Спасибо большое, что все эти три года вы были с нами. Надеюсь, что и вы дальше будете с нами оставаться. Ну и для этого заходите на наш YouTube канал, подписывайтесь на него, делитесь нашими видео, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, оставляйте свои лайки и комментарии. Ищите нас в социальных сетях и пабликах Instagram, Twitter, Viber, Telegram. Конечно же, становитесь нашими друзьями на Facebook. Пишите нам по адресу нашей электронной почты theringshow at gmail.com и, конечно же, помните, где бы вы ни были и что бы с вами ни случилось, будет вторник, будет новый выпуск The Ring Show и тогда все будет бокс. Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода